Привет, с вами снова Ирина Чукриева, ваш звездный астролог или Астра Мамасита. Что же за тему мы сегодня разберем? И снова любовный треугольник, который сейчас у каждого на слуху. Это Брэдли Купер, Ирина Шейк и Леди Гага. Давайте попробуем астрологически заглянуть в тайны этого треугольника и немножечко-немножечко похимичим. И начнем, конечно, мы с гороскопа Леди Гаги. Во-первых, поздравляем ее с Оскаром, очень заслуженная, классная песня. Вокруг именно этой песни и этого фильма закрутился этот любовный треугольник или рабочий служебный роман. Был он или нет, сегодня мы с вами попытаемся разобраться. Что же нам говорит гороскоп Леди Гаги? Во-первых, она является ярким представителем знака Овен. У нее солнышко в Овне, Венера тоже в Овне. А мы уже с вами, астрологические мои ребятки, знаем. Венера в Овне живет под девизом «догнать и трахнуть». Что один плюсик к тому, что все-таки служебный роман с Брэдли Купером у них был. Смотрим дальше. Какой мужчина нужен Леди Гаги? У нее солнышко в Овне, Марс у нее в Козероге. Это значит, что целеустремленный, сильный, властный, больше огненного темперамента. То есть, чтобы были страстные ночи, яркие какие-то эмоции. Но при этом, конечно, она заглядывается на мужчин статусных, властных Марс в Козероге. А Брэдли Купер был режиссером, то есть самым главным человеком в том фильме, в котором она играла роль. Поэтому еще одна галочка в пользу того, что у них все-таки служебный роман был. Луна у Леди Гаги находится в Скорпионе. И этим они очень похожи с женой Брэдли Купера Ириной Шейк, у которой точно такая же Луна. И третья галочка в пользу романа. Почему? Потому что, как правило, мужчины считают, что они выбирают разных. Но, как правило, и у первой, и у второй, и у третьей жены есть обязательно что-то общее. Поэтому общее между нынешней женой Ириной Шейк и Леди Гагой, это как минимум Луна в Скорпионе. Соответственно, Брэдли нравится бурные, страстные эмоции, которые переживает Леди Гага, которые переживает Ирина Шейк. Поэтому три галочки в пользу того, что все-таки эти сучьи дети на площадке у них что-то было. То есть был служебный роман. Переходим к гороскопу Брэдли Купера, то есть центр этого любовного треугольника. Брэдли Купер является козерогом, козерогом по знаку зодиака. Он не герой Леди Гаги, это точно. Что он вообще не тот мужчина, который ей нужен. Конечно, у нее Марс в козероге, а у него солнце в козероге. То есть ее Марс, ее сексуальная завоевательная сущность встречается с его, ну как бы, с личностью, солнышком козерожей. Явно там химия, явно там химия. Дыма, девочки, без огня, блядь, не бывает. Но при этом, при этом, у Брэдли Купера луна в весах. Луна в весах у мужчины это запрос на красивую, по стандартным меркам женщину. То есть она должна быть красива, роскошна. Но если сравнивать Ирину Шейк и Леди Гагу, я, конечно, очень уважительно, очень хорошо отношусь к Леди Гаге. Но Ирина Шейк, конечно, наша девчонка побеждает в красоте. Именно поэтому Брэдли Купер женился на ней. Потому что у него луна в весах, у него запрос на красивую жену, которая является приложением к его таланту. Венерка, венерка Брэдли Купера находится в козероге. Вы знаете, я сейчас с вам свангую, что Брэдли Купер на самом деле вообще любит какую-то свою первую любовь. Венера в козероге, во-первых, однолюб. Смотрит в прошлое, вспоминает о прошлом и, возможно, любит свою первую любовь. Вот это, блядь, такая вот венерка в козероге, ничего с ней не сделаешь. Также к адюльтерам, к изменам у Брэдли Купера есть показатель следующего. У него Марс в стрельцах. Марс – это сексуальная планета у мужчины. Хи-хи, ха-ха, бах, трах, и получился секс. Поэтому, плюс еще Марс в соединении с Нептуном, особенно на каких-то вечериночках, на каких-то творческих бутыльниках, там, я не знаю, где там они сидели с Леди Гагой, и рассматривали роли, запросто они могли заняться сексом. Вот в это я прямо верю. Давайте развенчивать мифы. Смотрим совместимость Купера и Гаги. Ну, она ни о чем. Но они не будут вместе, это факт. Я тут вангую. Чукреева вангует, Брэдли Купер и Леди Гага вместе не будет, но секс у них был. Итак, смотрим Синастрию, смотрим совместимость Леди Гаги и Брэдли Купера. Во-первых, у них напряженный аспект между солнышком Леди Гаги и луной у Брэдли. Что это означает? Солнце, эго, яркая, бурная Леди Гаги не понимает вот эту вот сопливую душу, луну в весах у Брэдли Купера. Да не смогут они быть вместе, это факт. Смотрим, что у них есть еще. У них есть Венера Гаги и Венера Купера находятся в напряженном аспекте. Напряженный аспект между Венерами, это не значит не любовь. Это значит африканская страсть. Ты мне вот не нравишься, сука, бесишь, дай я тебя трахну. Вот такой вот аспект. Для длительных отношений, конечно, совершенно не подходит. Также у этих ребят, у Гаги, у Купера с Марсом в соединении. Это реально химическая страстная реакция, которая, ну, и еще раз подтверждает, что все-таки секс у них точно был. Ну, как точно? Если вас астролог говорит, говорит, что у вас точно никогда не будет детей, точно никогда не будет денег, плюньте этому астрологу, как бы говорится, в харю. Поэтому слово точно здесь не подходит. Давайте так. Мое субъективное оценочное осуждение на основе, не просто, блядь, просто так, а на основе Синастрии, Гаги и Купера секс у этих сученышей был. Вместе они не останутся. Давайте посмотрим третий угол этого треугольника. Это наша гордость, наша всероссийская женская гордость. Это Ирина Шейк или Шейх Исламова. Во-первых, у нее солнце в козероге. Солнце в козероге у женщины – это образ мужа. И Брэдли Купер – козерог. Вы должны обратить внимание, у нее солнце в козероге, а у Брэдли тоже солнце в козероге. И, соответственно, Ирина абсолютно, ну, правильного выбрала мужа, абсолютно. Кстати, забегая вперед, кто досмотрит до конца, я вам еще разберу их совместимость. И опять жалко этих идиотов, которые развалили хорошую совместимость. Поехали. Солнце в козероге. Требуется мужчина властный, узнаваемый, сильный. В общем-то, Брэдли окей, подходит к этому ко всему. Он тоже козерог, и поэтому они тут встретились, два одиночества. Луна у Ирины в Скорпионе так же, как у Гаги. И поэтому они чем-то похожи характером, скрытностью, где-то вот бурными эмоциями. Они действительно похожи по душевным проявлениям, что Гага, что Шейк. Луна в соединении с Марсом. У Ирины более быстрая реакция проявляется. Ну, то есть, если Гага, она может долго-долго скрывать, несмотря на, ну, как бы, может делать мину при плохой игре. Как это называется? Вот это вот, хорошая мина при плохой игре. То, на самом деле, у нашей Ирины Шейк, у нашей, потому что у нашей российской звезды, Челябинской, можно сказать, у нее сразу же на лице, и не зря ее ловили на всякой вот мимике такого, что типа, типа, какого хера. Это вот Луна в соединении с Марсом. Эмоция, проступающая быстро, быстро. Несмотря на то, что очень много она внутри себе носит, быстрые, яркие эмоции из-за соединения Луны с Марсом. Венера у Ирины Шейк тоже в козероге. И вполне возможно, что так же, как и Брэдли Купер, Ирина тоже думает о каком-то в своем бывшем, первом, самом главной, самой сильной любви. Чем они, кстати, очень похожи. И когда смотришь Марс, как сексуальную планету в карте женщины, Ирина Шейк Марс в скорпе. Ей нужен мужик прямо сексуальный секс, с которым можно не вылазить из койки. Конечно, по сексуальным активностям Брэдли Купер от такого мужика отличается сильно. Ну, потому что у него Марс в стрельце, он такой, о, ура, классно секс, классно нету секса, ой, чем-то увлекся, секса нет, а ей нужно секса больше. На чем, скорее всего, возможно и строятся их конфликты. Смотрим совместимость, смотрим совместимость синастрию между Ириной Шейк и Брэдли Купером. Ребят, ну что, еще одно доказательство, хотя мы же еще не знаем, пара остается вместе или пара расстается, мне будет опять, сука, обидно, если пара развалится. Еще одно доказательство тому, что с гармоничной совместимостью и с гармоничной синастрией пара тоже разваливается. Почему? Потому что один не может свои страстные позывы на работе, блядь, устаканить. И поэтому разваливают классную совместимость. Только посмотрите, солнышко в солнышком в соединении. Украшают, увеличивают энергию друг друга. Солнышко с Меркурием в соединении, понимают друг друга. Солнышко с Венерой друг друга в соединении, ну, испытывают искреннюю симпатию и уважение друг друга. И вообще, очень классных аспектов миллион, в основном это соединения. Я очень надеюсь, что эти соединения между планетами, находящимися в одинаковых знаках, спасет и сохранит эту пару от развала, от разрушения, от развода. Из напряженных аспектов, из напряженных аспектов синастрии есть очень серьезное подавление Брэдли Купером Ирины. Ну, то есть, он ее подавляет, он ее подавляет в проявлении своей сексуальности и магнетизма, он ее воспитывает как-то, нравоучает. И вот этот аспект, если Ирине он надоест, а он ей надоест только тогда, когда она найдет себе еще более богатого и серьезного мужчину, потому что Ирина очень с такими меркантильными взглядами на жизнь девочкам, тогда эта пара может развалиться. Кстати, очень и очень жаль. А остальная совместимость действительно классная, и понимают, и чувство симпатии, и чувство уважения, все в этой паре есть, блин. Но, но, как говорится, никто не ожидал, и прилетела Леди Гага. Прилетела Леди Гага, совместная работа и большой-большой скандал. Делаем выводы, делаем выводы по этому выпуску по любовным треугольникам. Любовный треугольник всегда зло. Если вы в любовном треугольнике, посмотрите видео про любовниц, про разлучниц, не нужно этого делать, это очень хорошо, наглядно я продемонстрировала в прошлом выпуске. Что касается этого, Леди Гаги, Леди Гаги, нужен абсолютно другой мужик, вообще не Брэдли Купер, от слова совсем. И если они начнут что-то делать вместе, они развалятся в течение двух, там, двух с половиной лет. Ирина Шейк и Брэдли Купер действительно хорошая совместимость, хорошее понимание, хорошие общие цели, хорошее чувствование друг друга, но хорошая совместимость, если кто-то вдруг загулял, рушится к херам собачьим. Единственное, единственное, что если Брэдли Купер будет до последнего отрицать, ну, это правильно, отрицать, сука, до последнего, вот, до последнего отрицать. И если Ирина, помимо любовных привязанностей к нему, имеет еще какие-то на него меркантильно-материальные цели, то тогда эта пара переживет этот кризис и вместе весело будут шагать в счастливое будущее, потому что действительно пара очень классная. Ну, Гага овца, а что? Ну, по скриптам Гага овца, потому что дыма без огня не бывает. Типа, это был просто пиар картине, ну, точно, ну, точно, так себе скажем пиар. Вы со своими средствами могли вкинуться просто в огромную таргетированную рекламу, а вы решили сыграть любовь. Ну-ну-ну, следующий вывод. Вангую, все-таки секс между Купером и Гагой был. Вот, черт меня побери. Жалко, жалко, жалко. Брэдли, ну ты что? Ну, ну, у тебя, блядь, топ-топ модель с женой является. Ты какую-то Гагу. Ну, серьезно, ну. Мне будет очень жаль, если пара Брэдли Купер и Ирина Шейк развалятся. Это просто будет капец как, капец как обидно, капец как больно, потому что и Синастре друг к другу у них хорошее. Да, у них есть кое-какие проблемы, которые реально можно решить. Это неразрешимые противоречия, как обычно пишут звезды. Эти противоречия, которые у них есть, можно решить, чего я очень сильно желаю. А если у вас хорошая гармоничная пара, которая уже вместе идет по жизни, и тут появляется Леди Гага с распростертыми объятиями, ну, решайте этот вопрос, ну, совместно, решайте этот вопрос разговорами, походом к психологу, походом к астрологу. Ну, не бегите вы, не бегите вы разваливать хорошие союзы, их и так немного. Поэтому очень хочется пожелать Ирине и Брэдли Куперу дальнейшей счастливой жизни, Леди Гаги найти нормального мужика, потому что, ну, Купер тебе не подходит, Гага не подходит. Всем счастья, любви, добра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии, не забывайте, полторы тысячи лайков, и среди комментаторов пять человек получат призы тысяча рублей прямо на карточку. Нажимаем лайки, пишем комментарии, а чтобы лайки быстрее набрались, вам нужно нажать кнопочку поделиться друзьям. Давайте молиться за эту пару, несмотря на то, что развод Виторгана и Собчак, я предположила с точки зрения астрологии раньше, чем они об этом объявили. Ну что, поживем, увидим. Люблю вас, ваша Астра Мамасита Ирина Чукреева.